доброе утро дорогие друзья итак недельная глава ки киса очень много тем золотой телец прощения народа но главное в этой главе рассказывается очень важных вещах в частности о том что существует реинкарнация которая объясняет все очень часто люди не понимают что с ними происходит в этой жизни не понимаешь что они то несут какие-то остатки того что сделали в прошлой жизни и поэтому им надо исправляться давайте я расскажу одну вещь маша говорит богу открой мне славу твою он говорит и ну ты сам сказал что я такой как я то больше нету покажи мне себя сказать дай мне понять бога но очень многие люди так говорят за что откроем как что со мной происходит они подразумевают что являются безупречными любые страдания даны им незаслуженно знаете я расскажу такую историю еще раз один человек предстал перед судом и суд постановил отправить его в ад на самые жесткие мучения потому что он при жизни прилюдно дал пощечину другому человеку причине могу невероятные муки подсудимый молил суд с милость ничего не отказ это нам предложил чтобы вернули все-таки реинкарнацию только он родился без руки которая дала пощечину и суд согласился молодой человек тяжело страдал там родился родители были все все это откуда они понимают что происходит когда он вырос у него есть проблемы и вот он подходит вот видели иногда чек подходит в синагоге коронконку и открывает его что-то страстно там плачет или говорит почему за что потому что бог он справедливый всегда вот если мы это поймем на будет легче вот сегодняшнем нашем недельной главе когда он просит пожалуйста открой славу почему праведники страдают почему злодеи процветают и бог сказал меня нельзя увидеть чтобы человек может увидеть меня но он не останется в живых потому что всевышний имел ввиду что ни один человек не может увидеть всю картину причинно-следственных связей но он согласился сказать он говорит как сзади увидишь меня когда я уже пройду он сказал чтобы я тебе единственного пророку великому скажу покажу закон бытия что в любом даже самом как вы считаете несправедливом случае заложена абсолютная справедливость и вот перед машей раскрывается такая картина жаркий день возникает всадник на коне он солдат кавалерист он спешился пьет воду выпадают у него пачка денег он их теряет через несколько минут на том же месте оказывается мальчик пастушок он ведь вел отару на водопой там собрался уходить увидел пачку денег от счастья все закончилось не надо больше там трудиться на этого злого хозяина теперь маме куплю там вдове что-то побежал затем к ручью подошел старик измученный долгим путем жаждой напился снял сумку съел кусочек хлеба и уснул приехал свернулся солдат обнаружил пропажу который увидел старика стала растолкалась потребовался тут вернул деньги старик начале не понял начал в этом общем думаю что старик врет солдат его избил ударил мечом убил затем вытрили сумки все содержимое денег не оказалось и он ругаясь уехал все на этом видение прекратилось потрясенный мимоше говорит боже ты показал мне механизм что я увидел солдат потерял большую день и остался без гроша затем убил в гневе непревоенного человека мальчишка разбогател присвоив чужие деньги и это справедливость подожди сказал всевышний ты увидел вторую часть истории теперь смотри первую что увидел тогда мимоше опять увидел полдень улице маленького городом из-за угла выходит хромой вот этот крестьянин в одной руке он несет мешок с деньгами а другой ведет маленького сына через несколько шагов мальчик зашел домой крестьянин пошел дальше тут за ним крадется старик несмотря с мешочка глаз ударил его дубиной за этой сценой лениво наблюдает солдат какой-то кавалерист скрывающийся там там и он видит все улучшенный момент старик бросается сзади убивает дубинкой человека захватывает мешок с и быстро уходит оставив умирающего чека и вдруг он видит солдата испугавшись бросает деньги убегает солдат не преследует его спокойно подбирает мешочек вы следите за всем этим не обращать внимание на крестьянина лежащего в луже крови очнувшись от увиденного моша понял старик убийца получил по заслугам убивший его солдат должен был вмешаться который раньше защитить крестьянин от грабежа не сделал поэтому потерял деньги которые все равно не принадлежат ему а нашел их мальчик пастушок это было справедливо потому что он был сыном убитого крестьянина машину посчастливилось увидеть как работает божественное провидение бог показал ему всю цепочку так она работает всегда просто в разных жизнях мы этого не видим и поэтому не понимаем и поэтому сказано человек не может понять бога остаться в живых только уходя из этого мира когда мы поднимаемся над всем над временем мы видим все поэтому мы видим события только после того как они произошли но предвидеть их во всех обстоятельствах во всех деталях не способен ни один человек еще маша понял что бессмысленно и бесполезно ставить под сомнение божественную справедливость ведь мы не видим все что не понимаем всего что происходит и поэтому не спрашивать его не можем за что мы можем только просить и на этом наверно все бог справедливый вот это вот постулат номер один брахавы от слаха бухгалтер 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 Продолжение следует...